Всем опоздавшим заплатить налоги уже насчитаны пени и сумма эта будет увеличиваться ежедневно. Сотни тысяч долгов не мешают сочинцам спать спокойно. Судя по статистическим данным, на курорте самая низкая собираемость имущественного налога по краю. Налоговики приступили к принудительной процедуре взыскания. Розыски выявления должников по месту жительства с целью описи и ареста имущества проводятся во всех четырех районах Сочи. Данная мера подразумевает под собой не столько реализацию бытовой техники должника, сколько морально-психологическое давление. Так как неприятно людям, когда описывают их телевизор, их диван, их мебель, потом в течение 10 дней, в основном после описи имущества, в течение 10 дней полностью гасится задолженность по налогам. Розыск должников – самое сложное в работе судебных приставов. Зачастую двери так и остаются закрытыми. Не увенчалась успехом и сегодняшняя попытка. Горожане просто не проживают по месту прописки. По поводу ваших соседей из 33-й квартиры, знаете кого-то? Знаю, но они там не живут. Ну, вот она и прописана здесь, как бы, и квартира район, но перепродали кто-то уже, мы же не знаем, сообщают. Но тут никого нет никогда. Предпринимают специалисты и другие, не менее действенные меры. Разыскивают банковские счета, движимое и недвижимое имущество. С лета нынешнего года активно используется и закон об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, который оказался наиболее эффективным способом взыскания задолженностей. Данное ограничение накладывается на физических лиц, сумма задолженности у которых превышает по имущественным налогам 10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей больше 30 тысяч рублей. Так, за август-сентябрь месяц посредством данной меры в бюджет поступило около 15 миллионов рублей. Чтобы сочинцы не встречали на пороге непрошенных гостей, налоговая инспекция и администрация города работу с должниками проводят ежедневно. Помимо рейдов, специалисты устраивают для неплательщиков так называемые «зеленые коридоры». Это дни, когда можно без очередей узнать о задолженности и тут же погасить ее.